Ночью боевики стреляли из минометов и гранатометов вблизи Водянова. За прошедшие сутки, 27 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили договоренности о перемирии. Боевых потерь и ранений среди личного состава объединенных сил нет. Об этом сообщили в пресс-штабе АОС. В частности, вблизи Авдеевки, враг вел огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Недалеко от населенного пункта водяной противник применял крупнокалиберный пулемет, а на участке возле опытного – ручной противотанковый гранатомет. Кроме того, применяя подствольный гранатомет и стрелковое оружие, боевики дважды провоцировали украинских защитников вблизи населенного пункта Шумы. Огонь из гранатометов, различных систем и стрелкового оружия, противник открывал неподалеку Катериновки. На неприцельный огонь врага украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли. С начала текущих суток, 28 ноября, режим прекращения огня противник нарушил на Приазовье, близ Водянова. С временно оккупированной ужовки российско-оккупационные войска применяли стрелковое оружие, гранатометы различных систем, минометы калибров 120 мм и 82 мм. О дерзких и коварных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников, применение противникам запрещенных образцов тяжелого вооружения, незамедлительно было сообщено представителям ОБСЕ, через украинскую сторону совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, говорится в сообщении. Напомним, специальная мониторинговая миссия СММ ОБСЕ зафиксировала 38 нарушений режима перемирия на Донбассе. РБК Украина писала, что за минувшие сутки, 26 ноября, боевики дважды нарушили перемирие на Донбассе. Боевых потерь среди украинских военных не было.